7 сентября 2021 года. Неожиданно появилась жара в Англии по 200 градусов. Просто лето вернулось. Тамф, Тамф, Тамф. Не умею выговорить это слово. Короче, город Тамборд на реке Там. Сегодня прогуляемся по городку Тавр. Посетим церковь Святой Диты. Зайдем в крепость музея Тавр и немного полетаем над крепостью на дроне. Город Тавр получил свое название от реки Там, которая протекает через него. Тавр был второй столицей англосаксонского королевства Мерсия. После начала завоевания королевства Мерсия данными, англам пришлось оставить город Реппен, который до этого был первой столицей королевства Мерсии. Я снимал как-то видео о городе Реппен. Ссылка сверху справа и внизу под видео. Надеюсь еще раз как-нибудь поехать в Реппен и посломать его с птичьего полета с помощью дрона. Церковь Святой Диты – самая большая средневековая приходская церковь в Стаффоршире. Большая часть церкви построена в 14-15 веке с некоторыми пристройками 19 века. Нынешнее здание стоит на том месте, где уже стояли до этого несколько церквей, начиная с 8 века. Я не люблю разговаривать в церкви, если что-то и говорю, то говорю за кадром. Все-таки святое место, и нужно, на мой взгляд, говорить шепотом. Это максимум. Ну вы для примера попробуйте зайти в мечеть, если вы не мусульмане, и тем более там что-то поснимать на видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Свидетельство римской деятельности в районе Тамфорта состоит из фрагментов римских строительных материалов. Тамфорт находился недалеко от римской дороги, в нескольких милях от римского города Литоцио. В англо-шаксонские времена в Тамфорте были построены первые укрепления. В 1066 году, после нападения на Англию Вильгельма Завоевателя, здесь был возведен нынешний замок. Изначально он представлял собой деревянную башню, которая была установлена на холме, окруженном рвом и деревянной оградой. В 1180 году на месте деревянной башни поставили каменный данджон. Это заслуга Роберта Мармиона, который возвел его по типичной нормандской технологии каменной кладки. Уникальная в своем роде нормандская кладка елочкой. Практически единственная, которая сохранилась в Великобритании. Примерно в 1275 году был сооружен барбакан. Это две башни с воротами с подвесным мостом через ров. Но примерно к 1500 году замок стал совершенно заброшенным. На городской стороне замка земля была сдана в аренду и люди начали строить над канавой дома и магазины. Сейчас можно увидеть эти уникальные развалины замка. К сожалению, прохожие любят туда бросать разный мусор. Сам замок на вершине холма часто перестраивался вплоть до начала XX века. Во время Гражданской войны замок служил рейлистом. В 1643 году замок находился в осаде войск Кромвеля. Но продлежался всего два дня, став теперь штабом генерала Веллингтона. Несмотря на то, что Кромвель приказал уничтожить замок, его приказ не выполнил. Ну вот, зайдем в замок. Посетим Ганджон, написано. Похоже, это было место для заключенных. Подземелье – место для заключенных. Зайдем дальше, в так называемую оружейную. Но оружия здесь как такового нет. Здесь в основном для детей сделано. Интересный экран, где показывают стены из средневековой жизни. Описание оружия. Различность языкового. Описание различных проблем, которые на гербах жидцарей были, на щитах. А также для детей можно одеть керасы, взять щиты, лечи и профитовать. А мы для детей здесь хорошо. Или пофотографируйте, зеркало даже специально есть. Ну что, пойдем дальше. Поднимемся еще на один этаж. Там средневековая комната. Стоктусик, интересно, маленький. Где-то 17-й веков. 17-го века. Ну вот, здесь как бы банкетный зал средневековья. Правда, разница между у нас столами. Тут ощутили, а летать вести. Ну ладно. Лебедь стоит. В средние века любили лебедей кушать. Стол с румками металлическими. Вот зайдем, типа, на кухню. Здесь из пластмассы какие-то виды еды выставлены. Что якобы ели в то время. Ну, ели все. Вот летательный инструмент стоит. Какие метлы в углу. Интересный сундук для специй. Специи были дорогие в то время, конечно. Но богатые люди могли себе позволить. Растолчить можно специи. Бочки с вином. Тарелки, кукшины длинные. Дичь различная, подвешенная под потолком. Чтоб крысы снизу не достали. Вот, типа, хлебницы тоже высоко подвешивали. Вот, закрывали. Вот такая кухонька. Ну, опять зайдем в этот зал для пиршек. Здесь ледниковая балалайка лежит. Что? На тарелках какие-то какашки. Кипа, бублики, не знаю. Вот камин там интересно сделает. Электронный огонь. Я такой впервые вижу. Очень интересный. Потому что такой не настоящий. А какой-то селекромный. Вот, интересно, кружки. Они сделаны из рогов. В принципе, для раннего средневековья это нормальное издание. Поэтому я говорю, что разница между этими кружек из костей и кружек из металла лет в 100-200. Ну, вот, пойдем дальше. Посмотрим, что там интересного еще есть. А тут тетеньки в каких-то игры саксонски играют. Типа нарты или сахматы саксонски. Ну, не знаю. Но какие-то игры древние. И, конечно, самое интересное. играть. Опять список, кому что приближало, в какие века. Саксоном, Пикингом, Норманном, Тюдором. Зайдем еще в одно помещение, где типа счетов молодежных выставлен. Но раскрашенные они по типу саксонских флаг Мерси. В то время был желтый крест по диагонали, на синим фону. То есть на синих щитах был желтый крест. А здесь и битвы, которые были в графстве Мерси, между викингами, но и также между другими королевствами. Потому что в то время было семь королевств в Англии, и одно из них было королевство Мерси. А здесь интересный огонь. Он не настоящий. Он какой-то электронный. Но очень классно сделан. Мне очень понравилось. Также какие-то новодел, сделанный под саксонскую посуду. Мерсиский щит. Тут пока тетенька увлекалась, рассказывала что-то, втирала двум англичанам, а подошел к одному стенду. Стенд занимательный. Это некоторая часть из раскопанного клада в 2009 году, который нашел один энтузиаст на поле своего друга. В общем-то, это реально золотые вещи, которые, как казалось, снимать нельзя на камеру. Но так как тетенька была увлечена другими людьми, я случайно снял, потому что не знал бы этого. А потом она мне рассказала. Но это реальные вещи. Тут можно их через увлечительное стекло рассмотреть. Это очень удобно. У меня, кстати, было там видео проличивание, где они кладкости. Различные инсталляции современные, которые не имеют никакого отношения к археологии. Ну, вообще, интересно сходить, посмотреть. Для человека, который вообще ничего не знает, это было бы даже очень интересно. В основном, хорошо. В основном, все такие музеи рассчитаны очень на детей. Ну, также тут нашли находки разных посудок «Времена саксонов» и «Королевство Мерсии». Монетки. Увеличиваются. Тут камера не очень хорошо была. Хотя, да, и со временем тоже портелось. Разные гвозди тут откопаны. Также интересно представим алфавит сексов. Сегодняшний английский – это примерно нормандский язык, то есть старо-французский, смесь латинского, который пришли ученые и монахи, и крестьянского – англосаксонского. А это репродукция мельницы, которая стояла в англосаксонские времена около этого замка, потому что все крестьяне, которые находились рядом, обязаны были молоть свое зерно на этой мельнице. Заходим в комнату леди. Это уже, конечно, конец, наверное, XIX века. Ну а также о мистике, какой замок, не имеет своих мистических историй. По некоторым слухам существует призрак монахини. Его называют Черной Леди. В XIX веке монахиня Эдит основала монастырь, из которого Роберт да Мармеон выгнал всех после того, как стал хозяином земли и замка. Оскорбленные монахи стали молиться, призывая Эдит восстать из своей могилы и защитить их. Как-то ночью, когда третий барон Мармеон находился в своих покоях, ему пришел призрак святой Эдит, сообщив, что если он не восстановит монастырь, его ждет смерть. Перед тем, как уйти, призрак монахини дотронулся посохом до барона, оставив на его боку ужасную рану. Промучившись некоторое время от боли, барон решил выполнить настояние Эдит и приказал восстановить монастырь. Как только все было сделано, и монахини вернулись в монастырь, барону стало намного лучше. Многие верят, что призрак святой Эдит до сих пор гуляет по замку, появляясь в покоях и на лестнице. Ну вот, поднялись наверх замка, можно пройтись там, короткий кусочек, посмотреть сверху. Чудесный вид вниз на парк. Ну вот, зайдем еще в одни покои. Это уже конец 18 века, как я понимаю. Ну, здесь больше себе, конечно, вещей представлено того времени. И кремневые пистолеты. Это рубеж между концом 18 века и началом 19. Картина классная. Старенькая гравюра, показывающая, как такой был замок лет 200 назад или 250. Интересные деревянные балки. Очень люблю это. Здесь показываются корсеты, какие прически было в то время. Это где-то начало 18 века, середина 18. Это я тут примелькнул в зеркале. Вот еще одна интересная комнатка. Где-то конца 19 века. Детская. Но не детская комната милиции, а просто детская. Здесь более-больше тут различных вещей, но потому что сохранилось, видимо, больше. Конечно, у Господь всегда были нянечки, которые за детей присматривали. О, горшок! Каминчик. Заборчик окна каминчиков, чтобы дети не попали. Швейная машинка. Вот тоже спаленка. Конец 15 века. Как на плакате было написано, что это примерно 1881 год. Ну, грубо говоря, викторианская эпоха. Интересно, рядом со спальней расположена ванна. Ну, и также там мисочка и кувшинчик для мывания. Допровода еще тогда сильно не было. Хотя нет, ванна есть, значит, и допровода. Ой, интересная комната. Наверное, библиотека, хотя называется комната из дуба или дубовая комната. Ну, тогда обшивались все стены к дубу. Во-первых, это теплее, во-вторых, красивее. Гербы на потолке почти различные. Камин красивый вырезанный, резной. Вот стаканчики. Можно почитать книжку, пропустить пару рюмочек, написать письмо. Уак-рум, то есть дубовая комната. В общем, уютненькая. Выпить, покурить, что-нибудь запустить. Почитать книжку. Вот еще интересный зал. Тоже обшит деревянными панелями. Скорее всего, из дуба. Для утепления. Потому что стекла, не два стекла в окнах, а одно только стекло. Поэтому, в общем-то, сыро-холодно зимой. Камин красивый. Часики прелестные. Около камина посидеть, погреться. Стол, сфервированный под чай. Потому что вот это, три этажа блюдцев, это для пирожных. До сих пор вам не используется. А вот там рыба, замаринованная. Господа любили ловить рыбу. Да, в конце 19 века. Щука там. Пойдем, поскрепим дальше. Скрипучий здесь очень пол. Деревянный. Возможно, даже из дуба. Потому что довольно-таки древняя. Двери, обшитые гвоздями, мне, конечно, очень нравятся. С удивительными гвоздями. Вот эта комната называется Great Hall. Большой зал, получается. Но здесь какая-то мешанина, я так до конца и не понял. Потому что, что всего, больше всего мне понравился, это камин электронный этот. Он горит, как настоящий. Но это электронный. Ружья различные. Непонятно, зачем их все сюда повесили. Потому что здесь есть и кремниевые, и капсульные, и винтовка. Уже 20 века начало. Рыцарские амуниции. Интересно. Хорошо сделано. Сабли разные. Гаспехи для ребенка. Рыцарские. Вот что интересно. Кераса. Французского керасира. Наполеоновских войн. Видимо, с Ватерлоу взяли. С поля Ватерлоу подобрали. А это вообще не понял, что это. То ли робот уже, то ли все-таки какая-то похожая, похожая на рыцаря. Ну, сабли, да, хорошие там. Рога различные. Тогда любили охотиться, господа. Различные животные водились в лесах английских. Вот почему поставлю свиная голова и стальные кружки средневековые. Вот это мне непонятно. Здесь как-то немножко мешанина какая-то. Даже кольчуга тут ставлю. Какая-то древняя. Рога. Алебарды различные. Ну, какой-то пешеход-проход у нас тут написано было. Это был вышел наверх. Это единственное, вот башня, которая из камня. Остальное уже сделано из песчаника и кирпича. Это более поздние постройки, видимо. Но это, видимо, связано с тем, что была гражданская война и некоторое разрушение имел этих замок. Различные флаги. И флаг Мерси, и британский флаг. Таблица различных флагов. Какие-то причиндалы с первой мировой войны. Восемнадцатого века Струбка Курительная. Вот из окна видна Церковь Святой Диды. Старинные окна. Напоминание о гражданской войне. В 1897 году замок был куплен корпорацией Талфорд за 3000 фунтов. С 22 мая 1899 года замок открыт для посещения. Ну, тут можно еще подняться вовнутрь стенки и как бы ощутить себя защитником крепости Средневековья. Идите этот особенно Есть много интересного в англо-саксонском наследии города, в том числе легенда о могущественной мерсийской воительнице Этальфлет. Которая, как известно, повторно укрепила Тамфорд в 913 году. Дочь короля Альфреда Великого, она стала известна как леди мерсийцев. Она также разгромила в одной битве даннов, которых мы знаем как Викенг. Ну, в общем, была баба с ядер. Ее смерть в Тамфорте в 918 году привела к слиянию мерсии с Уэссексом. Заменитый памятник Этальфлет сегодня стоит у подножия замка Тамфорд прямо через ворота. Вот еще один баннер. Остроумное напоминание о королеве Этальфлет. Пройдемся также по замечательному старинному мосту, в котором, так сказать, уложена история в камни королевства Мерсии. Мост довольно-таки старинный, хотя, конечно, перестраивался уже. А вот эти вот барельефы уже, конечно, новые. Но они напоминают о королевстве Мерсии. Что, когда происходило. Когда была битва с викингами. Когда был главный король у них, самый Офа. При котором Мерсия стала самым влиятельным королевством в Англии. Также посмотреть можно с моста на выброшенную корзинку из магазина, которую называют тролль, и рыбки, стаику рыбок. Очень много рыбки там. Здесь две реки сливаются. Ну, конечно, есть это что-то бизнес-это. Ну, пойдем дальше, посмотрим. Вот, когда кто там построил город. Тауфорд, первое поселение. 113 года, опять же, там про эту. Это Альфредо. И забывание викингов уже в 1066 году. О, эхо войны Второй мировой. Опять дот какой-то. На речку поставили. Ну, заходить мы туда не будем. Туалет, наверное, общественный взяли. Мелкой рыбы сколько. Мелочь плавает здесь. Даже две цапли сидят. Даже две цапли сидят. Орловая плавает здесь. И необходимо добавить. Туалет не нужно. Теперь поставили. НегRelка рыбы. Орловая плавает. Продолжение следует... А вот эти дома, построенные в конце 20 века, это просто убожество, которое портит весь вид города Тамфорта. В этих домах квартирки еще меньше, чем в советских хрущевках. Как там люди живут, я не представляю. И стоят они недешево, потому что, в принципе, тоже не знаю, что они не знают. И вот эти дома, которые они не знают, что они не знают. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...